Сироп я делаю не простой, не просто сахар и вода, я туда еще варю, делаю отвар полыни, от назематоза и других заболеваний. Если есть желающие приобрести мед, напишите мне на мой инстаграм, сейчас вы видите название моего инстаграма, и также ссылочка закрепленная в описании. Делайте заказ, я отправлю в любую точку Украины, то есть в Новой почтой, либо Укрпочтой, там уже с вами договоримся, если кто имеет такое желание. Итак, друзья, я всех приветствую на канале Мое Пчеловодство Иван Текс. Сегодня я решил осмотреть пчелиные семьи, так как начал кормить сахарным сиропом, и выяснилось, что некоторые пчелосемьи плохо берут сахарный сироп. То есть до какого-то момента они вроде бы брали, некоторые сначала не брали, но потом начали брать, я не знаю, с чем это связано. Но в итоге что получается, где-то примерно 5 кормежек я сделал, и некоторые пчелосемьи конкретно отказываются брать сироп. Уже вторые сутки сироп стоит, начинает киснуть, и они его не хотят брать. И я решил открыть и посмотреть, в чем же причина того, что они не берут сироп. Поэтому давайте, друзья, откроем и посмотрим улей, что там у них происходит. Так, вот на примере этого улья сейчас будем смотреть с вами. Так, вот это все откидываем. Это все я поделал, чтобы кормить удобно было, как бы, чтобы откинул сразу здесь. Покормил, муравьи нападают. Я мелом здесь обмазывал, ну так, чтобы к пчелам мел не попадал. То есть здесь пчелы не лазят у меня, я накрываю, но все равно он прошло уже какое-то там небольшое время. Смело вот это все испаряется, и обратно ползут муравьи. Ну, сейчас давайте посмотрим, сейчас вот это вот так же поднимем. Сейчас уже пчелки более такие, как бы, агрессивные, не такие, как летом. Кстати, я забыл сказать, какое сегодня у нас число. Сейчас я сам даже не знаю, какое у нас число. У нас сегодня 14 сентября, получается. Как бы уже пора бы прекращать кормежку пчел, но не помешало бы пчелам еще откормить. Сейчас будем смотреть и забирать заодно пластинки, которые уже выветрились полностью. Уже с их обработки прошло почти две недели, так что их можно уже смело забирать. Так, давайте смотрим. Сзади у них должна быть медовая рамка, это ту, которую я не качал. Вот, такая вот медовая рамка, еще подлили сиропа, видно. Вот, эта рамочка у них и остается в зиму. А вот эта вот рамочка, я тоже ее оставлял, здесь был расплодик. И такой вот перга и мед, ну вот, по чуть-чуть начали брать, даже моль начала немного здесь бушевать. Ну, в общем, пока что оставляем ее, там посмотрим. Ну вот, берут эту вот рамочку, которая, по идее, должна быть у них как кормовая, но здесь совсем мало налито сиропа. Видно, что налито, но мало, поэтому я ее сразу же... Ну, и мало пчелы здесь обсиживает. Отставляем ее за заставную, пускай пчелы переносят. И смотрим, какие рамки... Ну, здесь вот расплод, как видим, есть. Вот, пятнышко расплода есть. Ставим. Ну, и медок тоже есть. Здесь вот так же. Это то, что я им ставил специально, чтобы они кормом. Ага, здесь маточка посеяла, разновозрастной, даже засев. Яйцо есть и личинка вот здесь, вот, круг вот такой вот. Вот, ну, это хорошо. И с этой стороны то же самое. Угу, это хорошо. Пускай у них еще будет расплодик. Это вторая рамочка, считаем рамочки с расплодом. У меня регион не тот, как некоторые вот снимают видео, что у них уже одна рамка с расплодом. Вот у меня третья рамка еще, матка вот засеяла только однодневный, однодневный, однодневный этот засев, короче. Вот, маточка бегает. Друзья, создал я телеграм-группу. И приглашаю вас перейти на эту группу по ссылке, закрепленной в комментариях и в описании. Так, хорошо. Пускай бегает. Ставим эту рамочку. Ну, меда маловато. Маловато для зимовки. Ну, и пчелы здесь мало, как видим. Здесь тоже яйцо, вот, маленький пятачок. Ставим эту рамочку. Ну, ладно, пока же ставим. Там будем смотреть. Потом еще тоже ревизия будет делаться. Убираться лишняя рамка будет, которая не обсиживается пчелой. Так, смотрим, мы здесь засев. Не засев. Говорю, засев. Не, ну, на углу есть здесь, ну, на краю так мед идет. А здесь вот так вот расплод. И на краю здесь засев. А здесь личинка уже такая большая. А с этой стороны все залито медом. Хорошо. То есть есть кормовые хорошие рамочки здесь есть. И, в принципе, я думаю, что даже этого будет уже и достаточно для зимовки. Так, все равно зимой я буду... Ну, не зимой. Ну, да, на окончание зимы, я думаю, буду подкладывать им канди. Буду подкладывать канди, независимо от того, нуждаются пчелы или нет. Просто всех открываю. Ложу канди вот так вот где-то, примерно вот здесь буду ложить. То есть не подперед, потому что подперед сразу же клуб поднимается там вот. А буду вот так здесь ближе к заду. То есть если семья идет и уже на завершение их кормовые запасы, то у них там лежит подкормка. То есть канди она не испортится, я в этом уверен. Вот, смотрите, вот такая хорошенькая кормовая рамочка, которая, в принципе, очень даже неплохая для зимовки пчел. Ну и все, друзья. Что получается, что я им еще, конечно же, предложу... Предложу, и вчера я что сделал? У них вот этот вот сироп, он еще не скис, но как бы уже начал, начался вот этот вот процесс. Я взял им с кормушки, его прям кормушку наклонил, и оно ленулось прям на них. Ну, как вижу, что его нет абсолютно, оно потому что потекло даже прям на дно. Возможно, так не нужно делать, но я вот так вот сделал. И смотрю, что они его забрали в кормушке. В кормушке все равно немного осталось сиропа. Не забрали они с кормушки, но здесь все выбрали. Так, все, сжимаем и переходим, посмотрим еще какой-то другой улей. Ух ты, вот видите, взял эту кормушку и потек сироп. Вон, потек остатки сиропа. Вот это, который остался, потек прям на пчел. Так, ну, ставим вот так вот брусочки. Кстати, вот такие вот кормушки, это я делал сам в этом году. Как видите, доска от военных ящиков. И если кому интересно устройство этой кормушки, то напишите в комментариях, я запишу отдельный ролик, конкретно о изготовлении вот таких вот кормушек. Но, как видите, эти кормушки у меня не для лежаков, а больше для корпусных, конкретно для моих ульев, которые я сделал из военных ящиков. Они адаптированы, то есть, видите, здесь меньший размер. Ну, не видно, сейчас покажу. Вот, там видно плечики, вытарчивают плечики рамок. Так, ну, сейчас еще на примере вот такого вот лежака. Это 24-х рамочный лежак. У меня здесь этого года рой. Мой рой, который я поймал большой. Ну, он у меня вышел с улья, я его сразу же увидел. И остановил. Так, здесь также есть немного сиропа. Поэтому нужно это учесть. И желательно бы его не пролить. Долго не задерживаемся, так как температура уже воздуха не та, когда можно держать улей долго открытым. Вот, то есть, вышел. Ну, еще, опять-таки, не весь. Вот, три пчелы осталось, расплод. Я не знаю, будут они выходить или нет. Может, они там погибли, замерзли. Ага. Ковырнул. И здесь пчела как бы на выходе уже швелится, там выгрызает. Ладно, оставлю еще. Пускай эти три пчелки. Пусть это и не количество три пчелки, но все равно мне их жалко, чтобы они так где-то замерзли, погибли. Что-то хранилище их запхать. Пускай выходят. Здесь вот такие вот рамочки. Я им светлые поставил, чтобы они перетащили к себе мед. Но, как видим, они не спешат распечатывать. Позабирали тот, который не запечатанный был. Ну, и то не весь. И сидят. А, так может, тут и есть причина, что они не берут из кормушек. Плохо берут, что у них как бы взяточек небольшой. Как бы хорошие рамки в зиму. Вообще, практически пустая рамка. Ну, видно там налито, отблескивает. Ну, слабо, очень слабо. Нужно, чтобы они это залили именно очень сильно, а они не берут сироп. Что такое? Вот тоже рамочка для того, чтобы они залили, но слабенько очень позаливали и сидят. Что ж такое, друзья? Что это может быть? Напишите в комментариях ваше мнение, почему так происходит. Я ожидал от них совсем другого. Совсем. Вот, здесь вот такие вот рамочки. То есть, ну, да, здесь, допустим, вот сейчас оно залито, практически подверг. Скоро печатать будут. И с этой стороны тоже уже, видите, под верхом начали печатать. Это была качаная рамка. То есть, это не сироп, вот этот, который я им даю. Это они его печатают уже. Сироп я делаю непростой. Не просто сахар и вода. Я туда еще варю, делаю отвар полыни, от назематоза и других там заболеваний. Это такой вот, как бы, лечебный сироп им даю. Горький. Поначалу брали хорошо. Вот эта семья вообще от начала брала хорошо. А уже сейчас что-то не так. Так, смотрим. Здесь вот расплод. Это, кстати, первая рамка. Не, не первая. Там еще есть печатный расплод. Немножко было. Но это первая с открытым расплодом. Первая рамочка. Так, хорошо. Открытый расплод есть. То есть, маточка на месте. Так как мне это тоже нужно попроверять. Потому что, чтобы не было при последней выкачке, где-то потеряна матка. Потому что это, можно сказать, что это гибель для пчел. Так, вот, смотрите. Тоже залито медом. И все, и больше нет расплода. То есть, одна рамка с открытым расплодом, то печатный и все. И больше нету. Странно. Должно быть больше, вообще-то. Но пчелы еще не собираются в клуб. Но еще довольно-таки тепло. Как бы, для того, чтобы они собирались в клуб еще рано. Но это уже скоро произойдет. Я уверен в этом. И вот как раз-то, когда они начнут собираться в клуб, тогда мне нужно будет их... Ага, вот еще есть закрытый и чуть-чуть открытого там личинка. Ну, уже такая. Ну, и здесь вот открытый тоже. Личинка уже не маленькая. То есть, уже скоро будет... Этот расплод уже станет печатным. Так, смотрим. Также вот крайняя рамочка тоже залита. Они все залиты, как бы... Ну, в принципе, пойдет, друзья, пойдет. Но еще не помешало бы их покормить раз за три, как минимум. Не помешало бы я им кормлю по полторы литры за один раз. То есть, это я их кормлю каждый вечер. Каждый вечер кормлю по полторы литры. Ну, вот они перестали брать. Вот конкретно эта семья раз и перестала брать. Я спрашиваю у пчеловодов. Они говорят, что возможно в природе какой-то взяток поддерживающий небольшой есть. И они прекратили брать. А что, какой взяток может... Я думаю, может воровство то, что пчелы где-то летают, нашли какое-то... Не знаю, в общем, друзья. Напишите в комментариях ваше мнение. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я сомневаюсь, что где-то какой-то взяток есть. Да, пыльцу несут, там лобода вот, пыльца там на ней. Ну и все. Больше ничего такого вот у нас нет. И вообще в такое время, даже если какие-то цветочки цветут, то в нашем регионе уже идет минус в такое время. В пчелосемьях по весам. У меня весов нет, но у пчеловодов, которые мои знакомые, я спрашиваю. В нашем регионе уже с 20 августа идет минус в пчелосемьях. То есть они ничего не несут. Даже поздний подсолнух, который есть, он ничего не выделяет. Который еще после 20 чисел августа. Ой, что я делаю? Мне же нужно кормушку сюда поставить. Все. Ну вот, как бы, друзья, на этом у меня и все на сегодня. Посмотрели мы эти пчелосемьи и какой делаем вывод, что не помешало бы еще закормить. И даже не то, что не помешало, а нужно бы еще закормить. Потому что недостаточно кормов. И они не перезимуют. Мне кажется, что они не перезимуют на таком количестве меда. Может быть, у меня недостаточно в этом опыта. Как бы, я всего лишь занимаюсь пчеловодством. Это пятый год вот это вот, как я занимаюсь пчеловодством. Возможно, у меня в этом недостаточно опыта. Я не спорю. Но напишите в комментариях ваше мнение, почему пчелы перестали брать, тогда как у них еще прилично место для того, чтобы слаживать сироп. То есть место для складывания кормов у них есть. Но они перестали брать. В природе сейчас вот ночи, да, ночи холодные, согласен. Днем жарко. Днем, ну, температура больше 20 градусов. Это точно. Не знаю, почему пчелы перестали брать сироп. Будем разбираться. Сейчас я буду давать пчелам тем, которые берут сироп. Я им даю. Те, которые не берут, то пока мес не даю, пока не выберу. То есть если они выбирают с кормушек, я каждый день проверяю, каждый вечер, как кормлю пчел. Те, которые берут сироп, я им даю. Те, которые не берут, не даю, чтобы он не скис. Спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк, если вы еще всего этого не сделали. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления при выходе новых роликов с моего канала. Если у вас есть что посоветовать по этому поводу, по этой теме, что я сегодня отснял этот ролик, то посоветуйте. Я буду очень вам благодарен за каждый ваш совет. Буду прислушиваться к вашим советам, так как это также очень важно. И ваше мнение для меня очень важно. И будем смотреть, что делать дальше вот с этими вот семьями. В принципе, как бы я не уверен, что им хватит до конца зимовки. Я не уверен, что им и не хватит, но в общем 50 на 50. Я не могу точно вам этого сказать и сам себе не могу этого точно сказать. Всем, друзья, пока. До новых встреч. Слава Иисусу Христу!